Ну что, мои дорогие красавицы, я в одну часть видео не смогла уложиться, пока связь в бижутерии, поэтому сейчас будет продолжение, продолжение второй части, и если кого-то заинтересовала первая часть, то присоединяйтесь ко второй. Ну, вторую часть я начну вам с таких маленьких брошек, я уже показывала какие-то брошки, они у меня все в разнобой лежат, и здесь вот эту вот лягушку я тоже только приехала, купила, носила ее с джинсами, прям вот на джинсы, на ногу ее прицепляла, и вот у меня на ноге она вот так вот была лягушка, или на джинсовую куртку, на воротник, тоже прикольно смотрелось. Это очень-очень старая брошь, это, наверное, я даже не знаю, какого года, я еще летала, у меня уже Артеме 23, а она у меня появилась, еще Артемки не было, и вот она со мной уже сколько лет? Одеваю очень редко ее, очень редко, поэтому убрана так вот далеко, не нашла еще для нее особого такого наряда, который вот именно подходил под эту брошь. Ну пусть она меня радует, мне нравится на нее смотреть, я знаю, мне нравится, что она со мной уже столько времени, ну какое-то напоминание, может быть, о юности, о молодости, о каких-то годах своих. Эти бусы у меня шли вместе с платьем, я покупала платье какого-то итальянского, по-моему, дизайнера, и к нему шли такие бусы. Очень мне нравятся, очень красивые, очень интересные, необычно сделанные, я таких еще вообще не видела, и чтобы так вот необычно были сделаны, сейчас объясню, почему необычно, я в них всегда запутывалась, всегда, как их прицеплять. Вот если я сюда сделала, не от этих бус, прицепила другой такой, а типа монетки, да, чтобы немножко подходило, и это у меня как опознавательный знак, за что зацеплять замочек, потому что как только я его расцепляла, я путалась, куда его прицепить, да, масло масляное. Видите, у него одна идет вообще отдельно, сейчас я вам подниму повыше, чтобы было видно, смотрите, белочкам умелочкам на заметочку, может быть, такие вот интересные штучки пригодятся кому-то, фишечки, потому что, говорю, я такого еще не видела, мне было очень интересно. Вот идет отдельно, когда, вот смотрите, замок, да, вот это идет отдельно, потом здесь. Как они, это мы уберем, чтобы не мешалось вам понять, я говорю, я до сих пор вот каждый раз, когда еще эти бутсы одеваешь, и не понимаешь, как они, вообще, как они сложены, как они идут. Боже мой, даже сейчас запуталась, господи, по-моему, что-то вот так вот, что-то здесь вот так вот, что-то здесь. Смотрите, видите, видите, как здесь они соединяются, и здесь вот образуют вот такие вот, видите, видите, вот здесь она вот идет. Сейчас, сикость-накость, так, все прицеплено, это, ну, смотрится вообще, вот в общем плане, когда их надеваешь на себя, то смотрится вообще шикарно. Вот это здесь начало идет сюда. Вот так. Здесь у них где-то середина, потом идет уже поменьше, но уже вот таким треугольником. И вот это висит отдельно. Здесь. Такого плана. Но выглядит это все, выглядит это, конечно, все вот так вот, суперски, когда на шее отлично украшает это вот. идет отдельно, чуть-чуть повыше. Так. Очень красивые. Это такая кольчушка, я тоже уже показывала ее в покупках. Это Zara. И тоже, видите, поднимаешь, как кольчушка она идет. Вот. С этой стороны, видите, сделана в виде корчуги. Такой. и очень-очень много разных на ней камушков. И она очень красиво смотрится, ажурно и дорого-богато. И здесь вот даже, видите, где у нее подвесочки, вот эти тоже маленькие-маленькие камушки. И они тоже отсвечивают, блестят. Выглядит, говорю, так вот прозрачно, ажурно, но очень красиво. И тоже подходит даже, вот кажется, такая вещь, которая заставляет выгуливать себя на какие-то мероприятия, но она прекрасно смотрится с очень простыми вещами, даже с футболкой серой. Я тоже где-то на видео одевала эту бижутерию, серую футболочку. И она так гармонично с ней смотрелась, так она под нее под футболку подстроилась. Не выглядело вульгарно, что, ну, вы одели какое-то дорогое колец, какой-то немыслимой футболкой. Она, мне кажется, подстраивается под очень многие наряды. Очень люблю эту подвесочку, подвесочку, колье, очень мне нравится. Эти бусы вы уже тоже часто на мне видите, и, наверное, потому как часто я их ношу, уже, наверное, догадались, что это одни из моих любимых бусы. Они тоже такого вот, они натуральные, из ракушек, ракушки, 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 вот, сразрисованные, и они, так как материал натуральный, он очень приятный. И подходят, вот я тоже говорю, вроде бы бусы, но без претензии на какие-то более дорогие наряды. Они такие и интересные, и их можно с любым комплектом одеть одежду, и пиры в мир, и в лес, и по дровах. Они такие большие, длинные, и просто несколько складываются. И в магазины, и на прогулку, и даже вот, если девочки, кто любит наряжаться на пляж, я знаю, там, бывают, там, и браслетами выходят, и с какими-то... Я думаю, это как раз пляжные бусы вполне даже подойдут. Это одна из последних моих покупок. Заран. Вот сейчас вы видели на мне уже, мне она очень нравится. Сейчас, конечно, она не к любому наряду подходит, потому что я пыталась ее носить, примерять и к одному, и к другому, но вот как-то не со всеми она уживается. Такая немножечко, скажем, привередливая, и очень говорит, я, нет, я вот такая вот, не с каждым буду выгуливать себя. Поэтому очень сложно подобрать к ней какой-то такой наряд. Ну, вы видели, я подобрала в платье, и оно с платьем очень хорошо, гармонично смотрится, и очень красиво. Очень люблю. Такие. Мне очень нравится. Это сделано, это кожа, это замша, и сделано под необработанное золото. С такими же вот. Как будто золотые тоже, как будто необработанное золото. Такие вот интересные. Ой. Песечки на ней. Как будто золото только-только нашли, не обработали, и сразу в наряд превратили. Хочу вам показать еще вот такие серьги. Кто со мной встретили давно, видели уже на мне их. Они вроде бы ничего особенного, никаких нет узоров на них. Это серебро. Никаких нет замысловатых рисунков и камней каких-то. Но они так обалденно смотрятся. Они так украшают. Я не знаю, почему. Простота. Возможно, в том, что вот они такие простые, но они обалденно смотрятся. Это еще одно колье из разряда «Распутай меня», когда начнешь одевать. Тоже очень много путается. Всяких-всяких тут безделужечек. И вот их пока распытаешь. Очень красиво, конечно, смотрится очень оригинально. Очень интересно. И оно такое даже не парадно-выходное, а вот именно на повседневное и с какими-то даже кожаными вещами, с курточкой, у которой можно закатать рукава и надеть футболку и надеть вот это вот колье. И оно будет очень замечательно смотреться. Это колье из картофила. Картофил – такая фирма, если кто не знает. Тоже понравилось. Летнее, нежное, прозрачное, воздушное. Подойдет к любому наряду сафари, что-то такое, к бежевому, кольну, лен, ткань. Я имела в виду. К льняным вещам каким-то. Очень красиво смотрится. Я ношу с удовольствием. И оно очень воздушное. Не отягощает, когда жарко, душно. И громоздкие какие-то, наверное, не украшения на себя не наденешь. А вот это вот оно воздушное, легкое и смотрится очень нежно. Это тоже картофил. Немножечко другое. Из такого черненая цепочка. И такие вот как грозди смородины висят. Очень интересно, тоже очень оригинально. И мне тоже нравится то, что заканчивается она такой подвесочкой, которая уходит в ложбинку. Такими гроздьями смородины. Не знаю, почему-то мне это колье напоминает смородину. Такое, как будто смородина. Вот есть рябиновые бусы, да? А это вот смородиновые. Так, тоже украшение из кортефил. На турбарку уже видите. И здесь сережки-капельки. И такой вот, такая цепочка, не хочется доставать. И вот такая цепочка с таким кулончиком. Синий камень, очень глубокий синий камень. Такой набор. Нежный и приятный. Ко многим подойдет наряда. Это такая подвесочка из разряда, ну, просто так. Из разряда просто так. К чему подойдет. Это сердечко вы уже тоже на мне видели. Это тоже мое из последних любимых. Что я стала носить. Нравится мне его простота. И в то же время, не знаю, необычность, что ли. Хотя оно вполне обычное. Сердечко и сердечко. Ну, вот как-то привлекает внимание. Следующий калия. Очень интересный тоже. Такое этническое. Но это уже больше, конечно, что-то к мае, к этим потомкам, к племенам относится. Что-то такое. Это уже такое больше, конечно, мне напоминает Мексику. Что-то в этом плане. Когда ту калия напоминала мне что-то такое, Узбекистан, скажем. Это больше вот что-то такое Мексику напоминает. И чем оно необычно, и чем оно необычно, это вот, слышите, да? Вот все вот эти колокольчики. Они звенят. Оно мне очень-очень-очень понравилось в магазине. Но когда я что-то даже не подумала о том, как я его буду носить с этими колокольчиками. Ну, как только у меня рука тянется, чтобы его надеть на какой-то наряд, я так сразу вспоминаю, что оно все в колокольчиках. И при каждом движении, с каждым шагом оно будет вот издавать такие... Или эти колокольчики. Но они, видите, как сделаны? Специально сделаны этой штучкой. И они висят. Или эти колокольчики-убиратели. Я буду похожа на буренушку, которая вот идет, знаете, слуга. И звенит всеми-всеми-всеми колокольчиками. Поэтому очень нравится. Но вот лежит, и не знаю, как его применить. Я думаю, что буду обращать на себя внимание просто одним звуком. Ну, и как вы поняли, что сейчас уже в моде все такое этническое, да? Я вам покажу еще одно колье из этой же области. Одно украшение. Такое вот. Здесь. Монетки. Здесь что-то такое, типа, выбитое. Старое-старое-престарое. Интересно смотрится. Интересно смотрится с джемперами. Вот с серым платьем у меня. С таким, скажем так, однотонным. На ярком не очень. Больше смотрится на простом, приглушенных, скажем, приглушенных цветах одежды. Ну, и последнее, что я вам хочу показать. Вот такое маленькое, простое украшение. Я его ношу с футболочками, с джинсиками. Оно очень подходит, очень смотрится. Когда у футболки воротничок такой треугольный. И он ненавязчиво. И вроде дополняет, как джинсовый комплект. Такое что-то. Ну вот, и закончилась вторая часть видео. Просмотр моей бижутерии. Не знаю, надеюсь, не слишком вас утомило. Хотя, если честно признаться, я утомилась сама. У меня в глазах уже все пестрит, репит от этих украшений. Язык заплетается. Не знаю, уже... И я понимаю, что это очень долго. И описывать каждое украшение, под что оно подходит. Где я купила. Как оно смотрится. Это очень долго и утомительно. И поэтому стараешься как-то в 2-3 слова уложиться. Но получается все однотипно и одинаково. Ну, в общем, не обращайте на мои слова особого внимания. Смотрите на... Смотрите. Это надо было сказать в самом начале видео. Перед тем, как я буду... Когда показывала его. А не в конце. Ну, ладно. Просмотрели. Посмотрели. Переоценили, скажем так. Что-то, может, себе на заметочку взяли. Какие-то украшения, что интересно, задумка. Я с вами на этом прощаюсь. До скорой встречи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok